Подъем заболеваемости не только в Югре, но и в целом по России. В Сургутской окружной клинической больнице с начала этой недели на лечении 6 пациентов с диагнозом коклюш. Все больные в возрасте до 1 года. По данным Детского федерального научно-клинического центра инфекционных заболеваний, в 2023-м отмечается рост инфицирования в 4 раза. Прививку против коклюшной инфекции проводят по национальному календарю детям по схеме в 3, в 4,5 и в 6 месяцев от рождения. В полтора года проводится ревакцинация. Как подчеркивают врачи, при несоблюдении сроков иммунизации появляется риск заразиться инфекцией. Самому юному пациенту с ОКБ с таким диагнозом меньше 3 месяцев. Вместе с тем тяжелых форм у больных на данный момент не наблюдается. Характерные симптомы коклюша – приступы судорожного кашля, после чего может быть отхождение мокроты, а также рвотные рефлексы. Для коклюша это характерно эпидемические подъемы заболеваемости, которые, как правило, встречаются через 5 лет в среднем, через 3 года. Но мы должны понимать, что может быть изменение характеристик самого возбудителя влияет на это. Ну и, конечно, то, что есть еще неимунная прослойка населения, то есть те, кто отказывается от прививок. Продолжение следует...